друзья всем привет на связи максим петров я приветствую вас на канале макс капитал на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том каким образом сформировать инвестиционный портфель для получения пассивного дохода сегодня видео связано наверное больше с моей личностью каким образом я пришел от доходов 2000 рублей капиталов 3 миллиона долларов было много событий которые переживания и психологические там шрамы достаточно большие наложились и физические шрамы в какой-то степени досмотрев данное видео до конца вы поймете как данный алгоритм можно предложить к вашей жизни то есть как вы можете сейчас распределять свои текущие активные доходы чтобы действительно запустить вот цепную реакцию не знаю лавину увеличение в первую очередь активного дохода потому что именно за счет постоянного роста активного дохода это залог роста инвестиционного портфеля с чего все началось то есть моя первая заработная плата по договору составляла 2000 рублей после окончания института я работал обычным юрисконсультом не сказать что это был какой-то престижный вуз был юридическое образование непосредственно но при этом у меня была очень сильная предипломная практика свою дипломную писал по правовому регулированию эмиссии ценных бумаг и здесь я впервые столкнулся с ценными бумагами вообще ценные бумаги в наверное в моей жизни история связана с ценными бумагами в моей жизни появилась еще в девяносто шестом году когда учился в суворовском училище и на самоподготовке по вечерам я прочитал книгу теодора драйзера финансист где мне стало интересно вот эта история понимание того что если у тебя есть голова на плечах что если ты хочешь развиваться есть некий такой инструмент фондовый рынок где-то и действительно не имея практически ничего понимая как устроена экономика как работают рынки можешь сделать значительный капитал и вот первые зерна были заложены как раз таки в период с девяносто пятого по девяносто восьмой год у меня был назовем это богатый папа это брат мамы до который один из первых россии в принципе получил лицензию на брокерскую деятельность мерил линч в девяносто пятом году он обучался в америке и поэтому получается что мы с ним разговаривали он был моим богатым папой как у киосаки да при этом назовем так бедным папам это была семья моего отца которая краски не принимала всего того что происходит не приватизации не вот этих всех акций не ммм of жить очень очень плохо до что купи дешево продай дорого это спекуляция это не трудовой доход барыги да и заниматься этим не невыгодно и получается что на меня при становлении меня как личности вот эти вот два направления как бы воздействовали один говорил что плохого в том что человек купил сникерс по 10 рублей продал его по 15 рублей а другие говорили это плохо да что он купил по 10 и продал 15 богатый папа при этом говорил ну подожди он во-первых нашел потратил время ресурсы возможности где купить по 10 второе он нашел кто согласен заплатить за это 15 и если эти в рамках своих предпринимательских способностей он нашел и то и другое почему он не может с этого получать какую-то определенную прибыль соответственно когда я уже закончил институт я пошел уже в аспирантуру на экономическую теорию где как раз таки уже более глубоко изучал судный капитал и который является основой рынка ценных бумаг до судный капитал в капитализме экономическая теория очень благодарен своему научному руководителю в итоге защиты у меня не было кандидатом экономических наук я не стал но эти знания позволили как раз таки устроиться в компании тройка диалог в компании тройка диалога я впервые в жизни столкнулся с тем что возможно мне повезло но здесь было понимание у самих собственников компании что компания которая оказывает посреднические услуги на рынке ценных бумаг основной капитал это люди которые там работают то есть это не какие-то станки это не какие-то средства производства то есть основными средствами производства создание вот это вот прибавочной стоимости создание вот этого валью и прибыли для компании являются сами сотрудники которые могут прийти продать при этом они должны эффективно управлять чтобы и клиенты зарабатывали клиент декларировался как самая ключевая ценность долгосрочное сотрудничество готовность в короткую проиграть но выиграть в долгосрочном периоде и вот в этой философии происходило становление меня как специалиста меня ах очень хорошо обучали компания собственные деньги вкладывала в развитие то есть если говорить о том что в 2005 году у меня заработная плата была 500 долларов в месяц это было очень много для казани 100 долларов в месяц потому что предыдущая заработная плата была 2000 рублей в месяц то порядка 4000 долларов компания в год вкладывала вот в различного рода тренинги то есть вызывали в москву были тренеры где нас обучали торговли и фундаментальному анализа certainly техническому анализу и техники продаж и работа с возражениями в 13 году то есть вот вот этот этап я столкнулся с тем что у меня активный доход очень активно рос за счет того что я эффективно продала то есть я продавал много я продавал эффективно зарабатывал для клиентов зарабатывал для компании зарабатывал непосредственно сам в двенадцатом году соответственно история стройка диалог закончилась, ее поглотил Сбербанк, я перешел в работу в Центральный черноземный банк Сбербанка России, был достаточно амбициозным человеком, и здесь у меня была первая история моего банкротства, связанного с тем, что я нарушил все принципы управления инвестиционным портфелем, какие только можно. Это была работа с непроверенной информацией, это была работа с плечом, это было нарушение диверсификации, то есть весь капитал был вложен исключительно в один актив, потому что я чрезмерно в это поверил. То есть все, что можно, все шишки, какие ошибки, все, какие можно было только собрать, я собрал в одной сделке, про эту сделку уже много было сказано, можете на ютубе найти у нас на канале. На этом останавливаться не буду, просто нужно понимать, что в этом случае у меня было одновременно событие, которое по мне ударило очень сильно, связанное с тем, что я потерял весь свой капитал, ну как 80% капитала было потеряно, а второе, я потерял активный доход, потому что я ушел со Сбербанка, не смог там работать. И в этом случае я оказался в ситуации, когда я не могу не двигаться, я не могу не развиваться. Ушла компания, которая вкладывала в развитие моего интеллектуального капитала, и, соответственно, я начал сам уже вкладывать свой интеллектуальный капитал. Тренинг, который в тот момент я прошел, он назывался «Дело и богате», сейчас этот тренинг не проводится Тимуром Соколовым, но там впервые вот эта история, связанная с тем, насколько ты вкладываешь в свой интеллектуальный капитал, зависит твой активный доход, надо было просто посчитать. Ну, то есть было дано задание, элементарно посчитать, сколько ты вкладываешь в собственное развитие и какой результат ты непосредственно от этого получаешь в плане увеличивания активного дохода. И для меня это сорение осознания свелось к тому, что размер активного дохода по итогам года бывает в 6 раз больше суммы, которую ты вложил на обучение, на развитие своего собственного капитала. Ну, то есть вы хотите иметь какой-то доход. Я не знаю, давайте возьмем цифру, ну, для среднего человека, там, 100 тысяч рублей, допустим, зарплата, да, то есть годовой доход хотим иметь миллион двести. Вот разделите миллион двести на шесть, вы получите двести тысяч. То есть если вы двести тысяч рублей вложите в развитие своего собственного интеллектуального капитала прямо сейчас, то в этом случае в следующие 12 месяцев ваш активный доход может быть увеличен, то есть он может составить миллион двести. Это уже должно быть прикладное, как конкретно вам это применить, я сейчас в рамках видео сказать не могу, но при этом, если вы посмотрите на свою специализацию, на то, чем вы занимаетесь, как вы занимаетесь, и поймете, куда вы можете применительно к этому, к тому, что вы делаете, куда вы можете вложить двести тысяч в интеллектуальный капитал, чтобы в этом направлении быть более эффективным, то проблем увеличить свой активный доход до миллиона двести не составляет. То же самое можно сказать, что если вы хотите получать миллион рублей в месяц, значит, в этом случае вы должны подумать, куда пойти учиться, заплатить там два миллиона рублей, какое получить образование для того, чтобы выйти на этот доход. И здесь получается, что можно сделать некий разрыв, и опять же здесь в качестве примера могу привести пример свой собственный, что когда мне в Сбербанке было очень тяжело, я собирался увольняться, я приехал в Москву, встретился с вторым человеком в тройке диалог, Горомна Хапитяном, и задал ему такой вопрос, ну то есть я работал в тройке, все было хорошо, здорово, в Сбербанке не могу, что мне делать? Он говорит, я тебе могу сейчас говорить что угодно, мой совет, возьми в кредит 150 тысяч евро, иди обучайся в Сколково. То есть это решит, в принципе, все твои вопросы. Тогда для меня, человека готового уйти из Сбербанка и потерять активный доход, человек, который потерял 80% капитала на неудачных инвестициях, заплатить там еще, ну взять в кредит 150 тысяч евро, и пойти учиться в Сколково, это был нонсенс, да, то есть я сказал, да вы что, издеваетесь что ли, я не буду этого делать. В итоге я пришел к тому, что я все равно вкладываю эти деньги, все равно совокупная сумма, которая была мной лично потрачена на обучение, на образование, на развитие интеллектуального капитала, уже даже больше этой суммы, но при этом я могу однозначно говорить, что если мы говорим о активной сумме дохода, сейчас это составляет порядка 3-4 миллионов рублей в месяц. Это именно когда мы говорим про активный доход, не считая того, что порядка 700-800 тысяч рублей получаются пассивным способом, исключительно за счет дивидендов в создании пассивных источников дохода, которые опять-таки пришли после прохождения определенного обучения. Поэтому вот это был 2013 год, лето 2013 года, тренинг «Дела и богатей» Тимура Соколова, в котором у меня впервые вот этот вот четкий алгоритм, связанный с тем, каким образом можно влиять на увеличение своего активного дохода. Опять же, можно сделать качественный рывок вверх, если вы принимаете то, что я вам говорю, и вкладываетесь в собственное развитие, в получение образования. И второй момент – это может быть постепенно. И постепенно это более плавный такой хороший качественный рост, который можно начать, как я чуть-чуть попозже расскажу, опять же, в этом видео. Друзья, напишите, сколько вы вложили в собственное образование, в развитие собственного интеллектуального капитала, интеллектуального капитала своей семьи в течение последних 12 месяцев. И сделайте это упражнение. Вы можете написать в комментариях, сколько вы непосредственно внесли. Второе мое предложение заключается в том, посчитайте, сколько за последние 2-3 года вы, в принципе, вкладывали в развитие собственных знаний, навыков и умений, и как это соотнеслось с увеличением вашего активного дохода. А мы двигаемся дальше. И это была история, когда в 2013 году я начал выходить из первой ямы, связанной с тем, что был потерян активный доход. То есть у меня было создано, я купил франшизу, открыл собственное дело бизнеса, соответственно, я создал собственную школу образовательную. И третье, я пошел по пути независимого финансового советника, когда я, в принципе, не был привязан к какой-то конкретной инвестиционной компании, не работал непосредственно по найму, а я шел по пути того, что я был независимым консультантом, который смотрел на инвестиционные портфели состоятельных лиц, с тем, чтобы, соответственно, давать финансовые советы, рекомендации, каким образом распорядиться своими активами, потому что тогда это было возможно, потому что не было ограничений по индивидуальным инвестиционным рекомендациям, работы финансовых советников, то есть такая возможность непосредственно была. К чему я в этом случае пришел, что если я работал в инвестиционной компании и вел где-то в средние 50 человек, зарплата была порядка 200 тысяч рублей, и порядка такой же суммы, это были где-то бонусы. Итого у меня итоговый доход был порядка 400 тысяч рублей. Когда же я перешел, немножко переформатировал, переформатировал, это следующий этап моей работы, когда был создан бизнес, второй этап вот именно такого интеллектуального развития заключался в том, понимать себя, кто ты, куда ты идешь, что ты хочешь построить, и здесь мне помогли две, на самом деле, школы, две концепции. Первая связана с тем, что есть такое направление психотипирования личности, как соционика. Когда я встретился с людьми, пройдя именно психотипирование не в тестовом режиме, а на компьютере, потому что там очень сложно, скажем так, люди пытаются выглядеть лучше, чем есть на самом деле, и поэтому результаты тестов бывают некорректными. А это именно общение с двумя людьми, которые задают тебе вопросы, определяют твои сильные и слабые стороны сознания и подсознания, и говорят, вот это вот вам нравится, у вас получается в этом непосредственно сильная сторона, а вот это у вас никогда не получится, никогда вы здесь не будете сильным человеком, и в этом случае лучше этим не заниматься, а развивать вот эти вот направления. То есть, когда я понял, кто я, я понял, чем заниматься. То есть, я не могу находиться там на жестком часовом графике с четким временным периодом. Мне нужна свобода перемещения, передвижения, мне нужны какие-то большие амбициозные задачи, за которые получаю достойную компенсацию. И в то же время там обратная сторона, да, связана с тем, что у меня теряется энергия, и в этом случае просто даже, когда я пришел, все-таки вышел в работу по найму, работал уже в открытии брокере, то у меня были определенные условия по работе. Но при этом были взяты с моей стороны очень высокие обязательства, которых никто из региональных сотрудников непосредственно на себя не брал, и там, соответственно, у меня был активный рост дохода. Но и второе направление, это было связано с пониманием мозга, это нейронные связи, нейрофизиология. Здесь тоже был очень интересный тренинг, который как раз-таки позволил разобраться со своими ограничивающими установками, убеждениями, понять, кто я, что я хочу непосредственно построить. И самое главное понимание, то есть что мне дал именно этот тренинг, он назывался тогда «Матрица-перезагрузка», он для меня открыл историю, каким образом устроен наш мозг, как он работает, и сейчас на самом деле гораздо проще получить эти знания. Книжка-ответ, я неоднократно про нее говорил, книжка-ответ «Проверенная методика достижения недостижимого Алана и Барбары Пис», суть которого заключается в следующем. Нам комфортно, и наш мозг устроен таким образом, что он всегда планирует от ресурсов. Что это значит? Это значит, что если у вас там зарплата 25-50 тысяч рублей, я начинаю говорить какие-то определенные вещи, и человек говорит «это нереально». Вот, Максим, тебе это возможно, да, а мне это нереально. Мне, чтобы прийти к капиталу в 3 миллиона долларов, то у меня сейчас зарплата там 25 тысяч рублей, то я к этому никогда не приду, потому что как мозг начинает думать? Он начинает смотреть на прошлый свой путь, как я пришел к зарплате 25-50 тысяч рублей. Если человек работает, я не знаю, кассиром где-нибудь, или там находится на зарплате водителем 50 тысяч рублей, то в этом случае он задается вопросом, если я работаю водителем и получаю там 50-100 тысяч рублей, как я выйду на миллион долларов? То есть я не могу этого сделать, работая непосредственно в такси. И получается, что начинаются вот некие такие барьеры ограничивающие, связанные с тем, что когда он находится в определенной точке сейчас, со своим текущим доходом, он понимает, как он в эту точку пришел. И если он хочет идти в какую-то противоположную сторону, где размер дохода активного, который он получает, размер капитала, которым он владеет, недвижимость, в которой он живет, значительно разнятся с его текущей точки зрения, он туда не идет, потому что мозг не может простроить вот эту вот цепочку. От текущего дохода в 100 тысяч рублей не получается простроить логическую цепочку пути, то есть наметить вот это вот из точки А в точку Б, каким образом можно прийти к капиталу даже хотя бы 50 миллионов рублей. Мозг не понимает, человек ничего не делает, ничего для себя не меняет, тогда он не понимает, куда ему идти, какие знания ему нужно получать, какие у него способности есть. То есть он остается на месте, и он перестает расти. Потому что мозг мыслит, у 90% людей он мыслит от ресурсов, от текущего состояния, и как к этому состоянию он пришел. Когда же происходит смена парадигмы, когда вы начинаете мыслить от цели? Что это значит? Я вот часто привожу этот пример, можете посмотреть фильм «Социальная сеть», как Facebook создавался. Многие говорят, что это вымышлено, но там есть очень хороший отрывок такой, да, когда Цукерберг встречается с венчурным инвестором, и тот его спрашивает, а что ты хочешь? Он говорит, я хочу миллион долларов. Ну а что тут, говорит, миллион долларов неинтересно, миллиард долларов, вот это вот круто. И если у человека стоит вопрос, как я могу заработать миллиард долларов, то в этом случае начинается так называемое планирование не от ресурсов, а планирование от видения. То есть если мне нужен миллиард долларов, то в этом случае я должен сделать нечто такое, чтобы один миллиард людей купили у меня товаров и услуг, где маржинальность один доллар. Ну лично на меня, который выпадает маржинальность, составляет один доллар. Что я в этом случае тогда могу сделать? Каких специалистов, какой бизнес создать, какие знания у меня должны быть? Что это коммуникация, управление, финансы, маркетинг? Каких людей я должен нанять? Какой бизнес должен быть? То есть человек начинает думать от видения. И когда я говорю, что лично меня сподвигло в 2014-2015 году следующим шагом, это как раз-таки знакомство с устройством того, как устроен мозг, каким образом он планирует, каким образом он обрабатывает информацию и планировать не от ресурсов, а от того, где ты сейчас находишься. Потому что, еще раз, тогда, если говорить о ресурсах, у меня не было ни активов не было, ни активного дохода существенного не было. У меня была съемная квартира с женой и один ребенок. Еще один ребенок был на подходе в 2014 году. То есть, если бы в той точке я бы оставался так, как есть, то в этом случае я бы не пришел. Именно прохождение данного тренинга позволило мне сдвинуться с мертвой точки и определить вот это вот видение и начать двигаться согласно данных целей. И заключительным, наверное, таким этапом, ну как заключительным, у меня это непрекращающийся процесс развития, еще более сильно меня пододвигло, потому что был тренинг матрицы перезагрузкой и следующий тренинг с применением технологии нейролингвистического программирования. Это был Тони Робинс. По-разному к нему можно относиться. Кто-то отзывы читал. Для меня могу сказать, что он непосредственно сработал. Это был Лондон. И основное, что я услышал там, причем это был UPW, помимо выступления Тони Робинса на аудиторию в 10 тысяч человек, там было еще 200 человек, для которых были отдельные мастер-майнды организованы с различными спикерами, где основное большинство людей не присутствовало. И то, что я вынес оттуда, то есть для понимания это уже стоило порядка 750 тысяч рублей, но мне не жалко было этих денег, потому что оттуда я вынес ключевой момент. Ключевой момент связанный с тем, какие потребности человек может удовлетворить с помощью денег. Тоже мной уже много про это было сказано в интернете, но в двух словах, что люди удовлетворяют 4 блока базовых потребностей и 2 потребности, связанные с развитием. То есть первое, это финансовая безопасность, что есть, где спать, безопасность, что я выживу и никуда не денусь. Второе, это потребность во вкусе жизни, различного рода увлечения, хобби. Третье потребность, это потребность собственной значимости. Четвертая потребность, там, любить и быть любимым. И многие люди удовлетворяют вот именно постепенно, сначала в потребности финансовой безопасности, потом в вкусе жизни, третье в собственной значимости, четвертое там в формировании какой-то семьи, любви и прочего. И не только единица доходит до удовлетворения потребностей в постоянном саморазвитии и отдавании. И в этом случае то, что лично я услышал, что для меня стало ключевым, что привело к тому, что качественно выросла цифра активного дохода, это понимание того, что нужно эти приоритеты перевернуть на 180 градусов. То есть элементарно задаться вопросом, а как я могу помочь большему количеству людей? Что я могу отдать? Что я могу сделать? Это вопрос ведения благотворительности на системном уровне в России. И активное партнерство в этом, которое открыло для меня, кстати, как это не покажется странным, в бизнес-возможностях такие двери, которые, в принципе, сколько бы у меня денег, эти двери остались бы для меня закрытыми. Вопрос саморазвития, еще раз подтверждение того, что почему у меня и рост, и активный доход, потому что я постоянно развивался. И тогда, получается, базовые потребности, связанные где жить, как жить, как перемещаться, собственная значимость, увлечения различные, они автоматически закрываются, потому что ты полезен большому количеству людей, и ты создаешь для большого количества людей больше потребительской ценности. И получается, что она начинает некое такое самовозрастающее увеличение активного дохода. Я поделился данным лайфхаком для вас абсолютно бесплатно, поэтому прошу лайк видео, чтобы вот этот вот баланс, даю-отдаю, непосредственно был реализован. То есть, как минимум, поставьте лайк данному видео и внедряйте непосредственно в собственную жизнь. Резюмируя, каким образом прошел вот этот вот путь? То есть, первое, с чего начался путь, он заключался в том, что это понимание, осознание того, что если вы вкладываете в интеллектуальный капитал, вы можете рассчитывать на увеличение своего активного дохода в 6 раз. То есть, это первый импульс к увеличению активного дохода. Второе, это понимание, кто вы. Можете использовать различные школы типирования. То, что проходил лично я, я могу сказать, что это соционика, это human design, это теория векторного психоанализа, это процесс communication model, понимание структуры личности. То есть, вот эти вот четыре элемента позволяют понять свои сильные и слабые стороны и вкладывать денежные средства, финансовые ресурсы в развитие интеллектуального капитала именно в том направлении, где у вас уже есть сильные стороны. И здесь нужно понять себя, кто ты непосредственно. После этого нужно понимать, что вы хотите построить, какую ценность вы можете создать для людей и создать эту ценность как можно большего количества людей и заниматься благотворительностью. И это тот алгоритм, под которым живу лично я, по которому я стараюсь сейчас развивать своих уже собственных детей. Это алгоритм, по которому строится в том числе работа в закрытом клубе инвесторов, где я индивидуально работаю с клиентами, которые находятся у меня на сопровождении. И мы в первую очередь ориентируемся на первых порах на увеличение активного дохода, а потом уже на инвестиционной составляющей. Если сейчас говорить о том, каким образом распределяются мои собственные доходы, активный доход, то есть есть некое такое процентное соотнесение. Первое, что идет, то есть с общего дохода, который получаю, это касается и бизнеса, это касается и дивидендов, которые из бизнеса получаю, заключается в том, что 10% направляется на благотворительность. Это первый платеж, помимо того, как что-либо еще произошло. Второе, это 5% активного дохода, который непосредственно я получаю, направляются на развитие интеллектуального капитала. Можно достаточно легко посчитать, что 5% с 4 миллионов, это получается порядка 800 тысяч рублей, это минимальная сумма, которая ежегодно вкладывается на развитие моего интеллектуального капитала. Я понимаю свои сильные стороны, которые нужно развивать, и здесь я стараюсь использовать именно наставников, коучей уже, потому что суммы большие, это позволяет получить некую такую индивидуальную работу. Или если это образование, какие-то тренинги, это максимальные тарифы, связанные с индивидуальной работой, плюс сообщество людей, которые могут себе это позволить. Третье, это 10%, есть такое понятие, награди себя за профит, очень важная история, о которой очень многие умалчивают, которые начинают увлекаться накопительством. 10% тратить исключительно на себя, на свои хотелки, то есть это может быть покупка автомобиля, это может быть путешествие, это может быть экспедиция, это может быть какая-то покатушка. То есть это вот внутренний ребенок, который внутри есть, он тоже должен получать вот это удовлетворение, то есть радовать непосредственно себя. 20% дохода позволяет комфортно жить всей моей семье, и 50% от общей суммы активного дохода направляется на инвестиции, на долгосрочные инвестиции. И именно данная схема, плюс опять-таки развитие моего собственного бизнеса, расширение аудитории, с которой я работаю, влияние на эту аудиторию, донесение вот этих вот определенных лайфхаков, дача вот этой вот полезной пользы, ценности, тоже соответственно требует определенных затрат, но это больше в бизнесе идет. По такому пути строятся мои расходы, я уверен на 99%, наверное, процентов. Если вы будете придерживаться данной схеме своих активных доходов, то увеличение капитала не заставит себя ждать как рост активного дохода, так и рост инвестиционной составляющей. И это первый момент. Второй момент заключается в том, что вы вообще перестанете париться по поводу того, в какой экономике живете, в какой стране живете, будет инфляция, не будет инфляция, упадут активы, не упадут активы. Когда у вас есть постоянно развивающийся интеллектуальный капитал, когда вы создаете, постоянно увеличиваете свою собственную ценность, на которую никто не может претендовать. То есть, если вы получили определенные навыки, они уже у вас никуда не денутся. Такая технология позволяет перестать париться за завтрашний день, знать, что вы всегда будете актуальны на рынке труда. Если вы создаете собственный бизнес и создаете ценность для других людей, люди готовы будут платить за большую долю ценности, которую непосредственно создаете. Друзья, это видео было для меня достаточно откровенным. Я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы вы в комментариях поделились своей историей или что для вас было нового, услышанного, то, что говорил. И, наверное, самое главное, самое интересное. Поставьте плюс люди, которые приняли для себя решение, что в дальнейшем структура трат активного дохода, который есть лично у вас или в вашей семье, будет осуществляться по такому же пути, как это происходит у меня в семье. А также не забудьте подписаться на наш канал MaxCapital, в котором мы говорим о развитии инвесторского мышления, о формировании инвестиционных портфелях. Немного говорим об увеличении активного дохода. Все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи.